Актриса всегда была очень закрытым человеком и редко давала интервью. Оказалось, что причина заключалась в постоянном страхе перед мамой и папой. Муравьева не могла позволить себе сказать глупость или выглядеть неприлично. 69-летняя Ирина Муравьева стала героиней ток-шоу братьев Вадима Игоря Верников. В программе она рассказала о том, что на протяжении всей жизни преодолевала серьезные психологические кризисы и постоянно боролась с многочисленными комплексами. Актриса призналась, что изначально была воспитана в строгости, но считает, что это воспитание абсолютно правильно. Оказалось, что Муравьева на протяжении всей своей жизни пыталась соответствовать правилам, заложенным в своей семье, и даже отказывалась от публичности, боясь расстроить родителей. Родители были строгие. Я знала, что можно и особенно, что нельзя. А нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно. Ходить в школу, заниматься музыкой, приносить хорошие отметки, дружить с хорошими девочками. Призналась Ирина Вадимовна. Я почему редко давала интервью? Очень боялась сказать что-нибудь глупое или наоборот, из-за известности распущу перья. А это будет так стыдно. Родители покраснеют. Мама скажет, в своем ли ты уме, детка? Несмотря на строгие воспитания, родители Муравьевой не были против ее решения стать актрисой, но никогда не хвалили дочь. Ирина Вадимовна призналась, что за всю жизнь так и не услышала похвалы от своего отца. Комплекс неполноценности очень долго был, что я очень страшная. Замуж точно не выйду. Я просто хотела играть в театре. О кино даже не думала никогда. Папа вообще никогда не сказал, хорошо я где-то сыграла или нет. А мама после карнавала начала мной гордиться, призналась актриса. С 40 лет у Муравьевой случился серьезно психологический срыв. Актриса ушла из театра имени Моссовета, где долгое время работала и чувствовала себя настолько ненужной, что хотела уйти из актерской профессии. Тогда я хотела закончить с театром и искусством. Я вдруг с ужасом поняла, что моя карета разбилась, я не реализовалась, не нравлюсь ни себе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади и вообще все позади, рассказывает Муравьева. Актриса уже много лет является примой малого драматического театра, которого возглавляет Юрий Соломин. Ирина Вадимовна всегда обращала внимание на то, что ей нравится играть именно классические спектакли, где нет места грязи и пошлости. Помню, во времена перестройки в Москве было неспокойно, а заходишь в этот театр там спокойно, как в детстве. Той жизни как будто нет там. Там особенный мир, призналась актриса. Напомню, что одним из главных приоритетов жизни Ирины Муравьевой всегда была семья. В браке с режиссером Леонидом Эйдлиным у нее родилось двое сыновей. Даниил и Евгений в 2014 году супруга не стало. Эйдлин скончался от инсульта. Сейчас от одиночества актриса спасает общение с любимыми внуками. Став бабушкой, актриса обустроила у себя дома большую уютную кухню, чтобы иметь возможность чаще собираться вместе с родными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok